Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру И сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, которая называется «Жест коза». Жест коза, он же распальцовка, он же подкова, он же рога, рожки. А обычно мамы бывают обеспокоены, когда видят в интернете или в социальных сетях, на телефоне у своего ребенка, такие фотографии! Вот, и начинают искать. Что же означает жест коза? Все дело в том, что очень много бывает в интернете всяких вбросов, когда пишут, что это знак поклонения дьяволу. На самом деле, давайте поговорим о происхождении знака, жеста коза. Жест коза изначально появился еще в Древнем Риме, в Древней Греции, и использовался тогда ораторами для того, чтобы призывать толпу к молчанию. Ну, представьте, да, идет подготовка, скоро начнется выступление какого-то оратора, микрофона тогда не было, громкоговорителя тоже, и оратор выходит. И если он начнет кричать «Заткнитесь!» все равно, его не услышат, потому что гул в толпе будет стоять такой, что оратора просто будет не слышно. Для этого и был придуман этот жест. Изначально жест рога призывал толпу замолчать. Все его видели и замолкали, и тогда оратор начинал что-то говорить. Первоисточник говорит о том, что жест коза выглядит именно так. Значит, указательный палец и мизинец, они направлены вверх. Средний и безымянный палец, они прижаты к себе, и большой палец он как бы придерживает. Придерживает. Да? Эти два пальца. Какие есть варианты в жест коза? Ну, а потом ораторское искусство было подзабыто, появились микрофоны, да, и громкоговорители, и надобность в этом жесте как-то отпала. Помимо этого, да, мистические есть у него корни, но никак не поклонение дьяволу. Этот жест использовали, наоборот, от сглаза. От сглаза и вообще от различных сил зла. Есть этот жест, очень часто упоминается в иконописи, и как бы тоже призывает к вниманию. Он тоже был взят, заимствован, наверное, из-за ораторского искусства древних греков. Какие еще есть варианты? Ну, варианты были разные. В свое время, значит, Дио из Блэксаббата возродил этот знак. Если у него был микрофон, наверное, удобно было так держать и показывать. Потому что, кстати, именно его бабушка научила этому жесту. Она говорила, что этот жест защищает от злых сил, от сглаза. Ну, классно же, на концерте на тебя столько глаз смотрят. Оп! И ты защищал. Некоторые рокеры используют его, скажем так, не совсем правильно, в другой интерпретации. Они палец большой отставляют как бы бок. Это такой модернизированный знак козы, хотя изначально он был именно такой. В криминальных элементах тоже используется. Но, в отличие от традиционной козы, где указательные мизинец направлены вверх, в голодной среде жест коза видоизменен вот так, когда указательные и мизинец, они направлены в сторону говорящего. И изначально он говорил, «Моргал, выколю!» Пастуру. Оттуда же он пришел в моду к новым русским. Стал называться «Распальцовка». И тоже здесь уже как бы не говорили, «Глаза выколю!» Ну, это я самый крутой, блатной. Вот. Его использовали новые русские тоже. Поэтому я хочу сказать, что если вы видите жест коза, не нужно пугаться. Многие, кстати, его используют неправильно. Изначально он был, ну, я же говорю, направлен от себя вверх. Некоторые используют, оттопырив большой палец и к себе. Да, то есть... Так, вот, то есть где-нибудь. Вот так. Ничего страшного. Этот жест используется чаще всего сейчас рокерами, как субкультура. И никак не относится к поклонению темным силам. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Заходите на мой блог наши дети.ру. Всем пока!